Как же я ненавижу магазин Асс, это просто что-то невероятное. Только в этом месяце, в ноябре, я потратил на него около, наверное, 50 тысяч. Сначала был какой-то киберпонедельник, минус 30% на все, и тогда я закупился, думаю, ну все, на этом точно можно закончить, больше ничего покупать не буду. Но, я совсем забыл про Black Friday, почему я не отложил кэш вот именно на эти времена. Потому что Асс вывез, во-первых, какие-то нереальные цены, как будто Welcome 2018, и к тому же еще потом на именно пятницу минус 20% на распродажу. Я думаю, ну это все, время пришло. Я еще тогда заказывал с польской версии, потому что там дешевле, и набрал тысяч, наверное, вот там на несколько посылок, тысяч на 30. Ты думаешь, ну зачем мне что-то покупать? Вот обычно живешь и думаешь, ну ничего не надо в принципе, потому что все дорого, а дорогое покупать как бы особо не хочется. А тут цены сочные, вы такие, блин, такого никогда потом, наверное, не будет. Надо затариться. Вот тупая психология. И Асс говорит тебе, соси, покупай, и ты такой, ладно, окей. Наскребаешь просто по всем сусекам бабки и таришься. Ну что ж, эта посылка была куплена не на польской версии, это заказывал вообще мой друг, потому что я что-то хотел заказать. Но, к сожалению, посылка, ой, оплата не проходила что-то по моему аккаунту, не знаю, что такое. Ну ладно, не важно, главное, что все дошло, окей, он ее распаковал, так что мы будем вторичку, получается, открывать. А все потому, что он ждал свою посылочку. Так, он думал, что это его, но оказалось не его. Ладно, вот так сделаем. Тут лежат у нас две пары кроссовок от бренда New Balance. Да, и эти кроссы, по моей точке зрения, станут хитом, можно даже так сказать, 2022 года именно на лето. Это прям топчик, как, знаете, когда-то в некое время New Balance 530. И тут у нас две пары, потому что я брал себе, да блин, ты будешь открываться или нет, и своей девушке. Вот, одна пара, как видите, гигантская, это 11 USA, я надеюсь, что 11 USA. И какой-нибудь размер поменьше, вот женские сайзы, блин, такая морока с ними. Каждый раз, когда заказывают что-то девушке из размеров, я очкую по полной. Так, секунду, давайте опустимся пониже. Так, ну, вроде продолжаем, да? Да, видео пошло. Я все время думаю о том, как бы не провалиться с размерами. Заказываю по две пары, но в этот раз не заказал, потому что дорого было. Пара стоила что-то вроде десятки, наверное, и плюс промокод 30%. Наверное, вышло это все в 2007 практически. А потом я узнал, что можно было на польской версии купить их за 6 косарей со скидончиком. В общем, это ML725 New Balance. Кстати, многие почему-то одно время начали спрашивать про них. Наверное, тогда как раз начались распродажи. И все такие, оу, давай посмотрим на эти New Balance. Потому что их там всякие паблики постили. И я тоже, когда я их заказал, мне чувак пишет, слушай, а обзор на 725-й или что-то скидывает мне фотку в директ и говорит, вау, вот это сочные New Balance. И я говорю, а я их уже заказал. Да, вот, вот они, это женская размерная сетка. Кстати, какой вес? Я не промахнулся, надеюсь. 6 US 24 см. Ну, вроде даже с запасом на полсантиметра. Ладно, давайте мои достанем. Вот знаете, я их покупал, они мне на картинке очень нравились. Я прям такой, ооо, какие сочные эночки. Прошло недели-две, как они шли с этого киберпонедельника. Я думаю, ну что-то уже не такое сочное. Но сейчас в жизни могу сказать, что в принципе неплохо. Визуал такой стремительный. Давайте я вам фокус наведу, чтобы было получше. Картинка смотрелась четко. Так, ну, это типичные беговушки. Боговушки. Из каких-то двухтысячных. Сейчас вы знаете, там всякие в Америке, P6-тысячные. Вот, New Balance 530 и вот такие вот New Balance 725. Топчик, неплохо. Это уже намного лучше, чем 530. По визуалу, с моей точки зрения, конечно, 530 тоже и сочные. Но вот это прям мое почтение. Есть рефлектив вот здесь. Жалко, что сам логотип New Balance нерефлективный. Мой размер, это, надеюсь, 11, да? Да, я, кстати, не прогадал. Вот, свой размер я умею выбирать. Он выглядит как-то ластово. Вот здесь особенно, кстати. Ну, что это? Тьфу, какая-то метровая штукенция, горочка. Ну, интересно, как это все будет смотреться на ген. С какими-нибудь синими джинсами. Все, я заговариваюсь. Я сегодня еще проспал. Нереально проспал пару. 13 часов или нет, обманул. 10 часов спал до часа. Резина, мое почтение, ребята, вы посмотрите. Она очень толстая. Непривычная даже для New Balance. И очень хорошая, такая теркая. Даже, наверное, всю зонку неплохо. На весну какую-нибудь, на осень. Тут у нас а-ля торси он должен быть. Но, на самом деле, это резина обычная, которая заходит даже сюда. В принципе, поддержки здесь, как таковой, никакой не нужно. Потому что пена не супер мягкая. Здесь написано обзор, переставка. Классно, классно. Вот вам поближе силуэт. Давайте на мелкой паре рассматривать. Она в экран лучше помещается и выглядит как-то более пропорционально. Не то, что моя ластовая 11-я. По набивке внутри, как видите, не все тут прекрасно. Обычный задник, но текстиль хороший используется. Добротное качество. У нас она в России стоит пара, не знаю, сколько, 1015, я думаю. А на Ассаси я их взял. Или их вообще в России нету, пока, может быть, не завезли. А Асси я взял, получается, за 6700 или 6800. И вот такая вот стелечка. Обычная пена, прострочка внутри нормальная. Но вот именно качество хорошее. Ну-ка, сейчас я хочу в свои залезть и посмотреть, как там внутри. Потому что текстиль очень плотный. Вот здесь установлены в пяточной области. Это значит, что он не протрется быстро. Сверху синтетика. Ну, это вообще все синтетика. Да, текстиль такой плотный, хороший. Ребят, не протрется очень долгое время. Впереди кожа зам стоит. В основном одна синтетика, в общем. Все, давайте я их примерю. Кул. Так, ну тут, безусловно, визуал это их сильная сторона. Вы только взгляните, как они классно и эстетически смотрятся. Я не удивлюсь, если в будущем они заполнят какой-нибудь Пинтерест и в придачу еще Инстаграм. Девушки, возьмите себе на заметку, именно этих 725-х Небелансов не хватает у вас в Инстаграмных профилях. Потому что смотрятся они очень классно, я бы хотел видеть у вас их на ногах. Ну, просто вау. Но давайте коснемся их ходовых характеристик, потому что есть что сказать. Во-первых, они маломерят. Снова 11-й сайз. Я вот замечаю, что Небелансы в последнее время стали маломерить. Но сидят они как будто 10,5 US. И еще по наполнению они тоже узковаты. Вот здесь вот особенно слегка поддавливают. Возможно, это уйдет, если их разнашивать. Но мне что-то неохота. Я думаю, maybe я их сдам. Они меня как-то уже и не особо привлекают за такой-то прайс. Можно было взять дешевле, за шестерку, например, а не за семь. Переплатил слегка. Но ладно. По ходовым характеристикам именно амортизации и удобства внутри, то такое. Типа амортизация могла бы быть и лучше, ничего тут впечатлительного нет. Пена как пена, перекат нормальный. Ну, давайте посмотрим их поближе. Так, ну тут не стоит отрицать, что у небэлансов получился просто невероятно красивый силуэт. Такой достаточно симпатичный и детализированный. Он мне даже сейчас чем-то вот знает прокачанную версию этих 530-х небэлансов. Просто тут деталей больше, и вот поэтому, наверное, они мне и зашли. По амортизации, про которую я так говорил, видите, ее вообще практически не видно. Но главное, что я ее хоть немного доощущаю. Все. Бай. Итак, ребят, если закрыть глаза на все вышеперечисленные минусы, а их, в принципе-то, и немного, и они такие, знаете, несущественные, потому что это их размер и их полнота. В принципе, по сайзу вы можете зайти в любой небэланс, когда они будут у нас в России, примерить, и только тогда уже заказать подходящий вам размер на асосе. Да, там тоже с размерной сеткой бывают проблемы, но все-таки, если вам повезет, и вы их урвете, то вы сэкономите там точно 1004 минимум, потому что у нас они будут стоить, я уверен, дороже 12, а там они продаются по фулл прайсу уже тысяч за 8700, что ли. Хорошая экономия, плюс закидывайте промокодик, и вообще полнейшая красота. Эти кроссы такие прям супер вау на повседнев. Ну, конечно, звезд неба не хватают по комфорту, но вполне ничего такие. И визуалка у них супер сочная и супер свежая. Так что рекомендую. По материалам тут, конечно, не вау, но, блин, текстиль здесь вполне себе нормальный, и синтетика тоже добротная. Кроссы рекомендую. На лето то, что нужно. Goodbye. Па-па-па-па-па.